Организатор акции – Управление массовых коммуникаций Кировской области по инициативе губернатора Кировской области и Первый городской канал. Созин Иван Тимофеевич в возрасте 20 лет был сначала призван на гражданскую войну. Воевал в должности стрелка в 18-м стрелковом полку. После увольнения в запас в 1921 году вернулся в деревню Созинцы. В январе 1942 года был призван в 15-й стрелковый полк «Стрелком». Дошел до Берлина рядовым солдатом, освобождая Польшу, Украину. При взятии Берлина был свидетелем поднятия знамени победы над Рейхстагом. В знак победы над фашистской Германией написал свою фамилию на стене Рейхстага – Созин. Награжден медалями за оборону Сталинграда, за победу над Германией, за взятие Берлина, за боевые заслуги. Шитов Александр Федорович в сентябре 1940 года поступил в Кировское летное училище имени Серова. 2 августа 1941 года принял присягу в звании сержант. Боевое крещение получил на Волковском фронте в боях за Ленинград в 69-м летном полку в должности стрелка-радиста. В конце 1942 года был сбит и получил ранение в правую ногу. По состоянию здоровья после ранений больше не мог летать. В мае 1943 года был направлен на обучение в Горьковскую танковую школу 258-го отдельного танкового полка 16-й отдельной краснознаменной танковой бригады. Закончил обучение в должности стрелка-радиста. В июле 1944 года в боях на Прибалтийском фронте получил тяжелое ранение и был контужен. После госпиталя в 1944 году был комиссован и вернулся на родину в город Амутнинск. Щукин Михаил Петрович закончил фронтовое училище по подготовке зенитчиков. С 1941 по 1943 год обучал девушек-зенитчиков в городе Батуми, Грузинской ССР. В середине 1943 года ушел на фронт. Последнее письмо было получено в январе 1945 года, где он писал, что прошли реку Вислу, подходим к Варшаве. В июле того же года была получена похоронка. Его брат Щукин Владимир Петрович ушел на фронт 18 лет. С августа 1944 по март 1945 года проходил службу в 182-м зенитном артиллерийском полку ПВО Северного флота. С 1945 по 1949 год проходил службу в частях Тихоокеанского флота СССР. Рылов Петр Иларионович, старший сержант, стрелок-радист, танкист. Участвовал в боях на Орловско-Курском направлении в качестве стрелка-радиста танкового экипажа. В Курской битве был ранен и эвакуирован в госпиталь. После воевал в составе 2-го Белорусского фронта. На его счету несколько сотен убитых немецких солдат и офицеров. В одном из боев снова получил тяжелое ранение. За подвиги награжден Орденом Славы Третьей Степени и боевыми медалями. Леденцов Василий Васильевич был призван на фронт в августе 1941 года. В звании красноармеец принимал участие в боевых действиях до марта 1945 года. В 1943 году, будучи пулеметчиком 611-го стрелкового полка Западного фронта, находясь в обороне города Гжатск, был послан для установки проволочного заграждения и ежей. При выполнении этого задания попал на мину и был ранен. Награжден медалью за боевые заслуги. В марте 1945 года был направлен на русско-японскую войну. Домой вернулся поздней осенью 1946 года. Редактор субтитров А.Семкин